Всем привет! Мы в Киеве. Идем в музей народной архитектуры и быта Пирогова. Пирогова это музей народной архитектуры и быта под открытым небом на месте бывшего поселка. В комплекс ходят архитектурные строения и предметы быта, позволяющие познакомиться со всеми этнографическими представителями Украины. Сейчас октябрь 2022 год. Национальный музей Пирогова находится на окраине Киева. Открылся он в 1976 году. У входа в музей под открытым небом есть кафе, продаются сувениры. В музее народной архитектуры и быта в Пирогово около 200 построек, присущих различным историческим районам Украины. Все экземпляры полностью соответствуют традиционным строениям разных времен и народностей. Архитектурную панораму эффективно дополняют деревянные часовни церкви. Самой старой считается Надднепрянская, 1742 года постройки. Надднепрянскую церковь я вам покажу позже. Предметы быта жителей Черкасской области. Музей народной архитектуры и быта Пирогова работает с 9 до 18, но в 17 закрывают для просмотра помещения домиков. Цена билета 100 гривен взрослый и 25 гривен детский. Льготникам бесплатно. Хата 1907 года. Интересно посмотреть, как жили люди раньше. Так жили люди в 1907 году в Черкасской области. Посмотрите, какая мебель, травы разные, печь, посуда. Сюда мы ехали на 57-м автобусе. Остановка так и называется. Музей народной архитектуры и быта Пирогова. Потом надо пройти. В музее народной архитектуры и быта Украины, в музее под открытым небом, с документальной достоверностью представлены памятники материальной культуры всех областей Украины. Пирогова находится в Голосеевском районе города Киева. Территория музея разделена на секторы, каждая из которых представляет народную архитектуру и быт определенного украинского региона. Это хата родственников Тараса Григорьевича Шевченко. Тарас Григорьевич Шевченко – это украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель. Вот так жили родственники Тараса Григорьевича Шевченко. На стенде фотографии и описание имущества, которое было в доме. Все родственники на фотографии. Хата родителей Тараса Григорьевича, его рисунок. Образцы, жилья крестьян и мастеров, здания сельской управы, деревянной церкви, содержат в себе элементы народной утвари, дающие представление о жизни в украинских селах. Какая душевная музыка! Исполняет на цимбалах Полийчук Мирослав Данилович. Очень талантливый украинский композитор и музыкант. По классу цимбалов, солист-цимбалист. Исполняет на цимбалов, солист-цимбалист. Ильки-то и я, и ясна зря. А очаг сия, я на век твоя. Субтитры создавал DimaTorzok Музей народной архитектуры и быта в Пирогово занимает 150 гектаров. Это надо целый день, чтобы обойти всю территорию. Посмотрите, какая здесь красота! Как здесь спокойно, умиротворенно. Хата конец 18-го столетия в Черкасской области. Вот эта хата зашли вовнутрь. Чердак такой. Такая обстановка внутри хаты. Скамейка, стол, печь. Интересно посмотреть. Идем дальше. Издали видна сельская школа, деревянная церковь и здание сельской управы. Табличка сельская управа, начало 20-го столетия, Черкасская область. Вот здание сельской управы. Вовнутрь почему-то нельзя зайти. Сейчас зайдем в старинную церковь. Церковь 1742 года. Старинная церковь снаружи. Сейчас пойдем вовнутрь. Церковь построена в 1742 году. Вот такая церковь с другой стороны. Красивая. Смотрите, какая дверь интересная. Зашла вовнутрь. Посмотрите, как внутри в церкви. Покажу вам школу 19-го столетия. Сейчас зайдем вовнутрь школы. Такие парты. Обратите внимание, какие окна. Часы. Доска. Счеты. Стол. Глобус. Глобус. Карта. Сейчас пройдем в другую комнату. Картина. Сервант. Посуда здесь стоит. Еще одна комната есть. Печка. Утюг. Еще одна комната. Комод. И кровать. И стол. Такая доска. Тут все написано. Счеты. Большие и маленькие. Показываю уже с другой стороны. Буду выходить. Вышли из школы. Вот такой вид на церковь. А с другой стороны шинок. Сейчас покажу вам. На территории есть такой киоск. Здесь продают сувениры. Изделия из дерева. Веночки красивые. Украинские. Сумочки. Ложки и вилки деревянные. Игрушки. Вышиванки тут также продаются. Шляпы. Варенье из сосновых шишек. Разные бусы. Браслеты на руку. Разные сувениры. Подкова. Леденцы на палочке. Браслеты на руку. Стоят от 20 гривен. Носки. Еще подкова такая. Домино. Наша прогулка продолжается. Здесь можно посидеть за столиком. Заказать что-то. Шинок. Смачно, как в дома. Сейчас посмотрим. В этом доме находится шинок. Можно заказать напитки. Покушать. Вот такая территория во дворе. Такие блюда здесь готовят кулиш, борщ. Такие цены и блюда. Цены в гривнах. До 22 года мы часто сюда приходили. Но в этом году мы первый раз только сюда пришли. Вот такая общая картина. Люди сидят, отдыхают. Приятно тут гулять. При входе в шинок такой вид. Будем идти дальше, потому что мы в любом случае все обойти сегодня не успеем. Мы приехали сюда не с самого утра, а где-то в 11. Лучше ехать сюда с самого утра. Еще один сувенирный киоск. Тут также продаются изделия из дерева и другое. Большое разнообразие разных сувениров, бусы. Это кулишно. Здесь сегодня закрыто. Это кафе. Можно покушать, посидеть. Вот цены. Потельня. Здесь вкусную еду готовят. И шашлык, и много блюд разнообразных. Хочу еще сказать, что на территории есть туалет. Хорошо оборудованный. Близко от кафе. Близко возле кафе вот такие лавочки стоят, столики. Можно отдохнуть. Центром экспозиции является расположенная на холме группа ветреных мельниц. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я желаю вам мира и добра. Остальное будет в следующем видео. Спасибо.